Доброго всем здравия! Анна Андреевна Ахматова. Русская поэтесса, переводчица, литературовед. Анна Андреевна Горенко появилась на свет 11 июня по старому стилю 1889 года в городе Одесса в семье потомственного дворянина, инженера-механика флота в отставке Андрея Андреевича Горенко. Она была третьей из шести детей в семье. Ее мать Инна Эразмовна в девичестве Стогова состояла в отдаленном родстве с русской поэтессой Анной Буниной. В 1890 году семья переехала под Петербург, сначала в Павловск, а затем в Царское село, где ее отец стал калежским асессором, чиновником для особых поручений госконтроля. В 1899 году в Царском селе Анна Горенко стала ученицей Мариинской женской гимназии. Проходя обучение в гимназии, Анна увлеклась поэзией и даже начала пробовать себя в тихосложении. Примечательно, что поэзия для нее открылась не произведениями Александра Пушкина и Михаила Лермонтова, которых она полюбила несколько позднее, а величественными одами Гавриила Державина и стихотворением Николая Некрасова «Мороз красный нос», которые часто декламировала ее мама. Юная Анна Горенко влюбилась в Петербург навсегда и считала его главным городом в своей жизни. Она очень тосковала по его улицам, паркам и Неве, когда пришлось уехать с мамой в Евпаторию, а потом и в Киев. Родители развелись, когда ей исполнилось 16 лет. Предпоследний класс она доучивалась на дому в Евпатории, а последний оканчивала в киевской фундуклеевской гимназии. Продолжила образование будущая поэтесса в любимом Санкт-Петербурге на историко-литературных женских курсах Николая Раева. В ранней юности, когда девушка училась в Мариинской гимназии, она познакомилась с талантливым молодым человеком Николаем Гумилевым. Живя в Евпатории и в Киеве, девушка переписывалась с ним. А весной 1910 года они обвенчались в церкви села Никольская Слободка под Киевом. На тот момент Гумилев уже был состоявшимся поэтом, известным в литературных кругах. Узнав о поэтических опытах 17-летней дочери, отец Анны попросил не срамить его фамилию, и Анна Андреевна Горенко, взяв в качестве псевдонима девичью фамилию бабушки, стала Анной Ахматовой. Продолжая повествование о жизни и биографии Анны Ахматовой, пришла пора начать освещать и ее творческий путь, некоторые из ее стихотворных произведений. Снова попрошу слушателей воспринять правильно мое прочтение стихов, написанных и должных звучать от женского лица. Первым прозвучит стихотворение ПТС, весьма известное многим, но не все соотносят авторство с именем Анны Андреевны. Стихотворение в стихах все должно быть не кстати. Мне ни к чему адические рати и прелесть эллигических затей. По мне в стихах все быть должно не кстати, не так, как у людей. Когда бы знали, из какого ссора растут стихи, не ведая стыда, Как желтый одуванчик у забора, как лопухи и лебеда. Сердитый окрик, дегтя запах свежий, таинственная плесень на стене. И стих звучит, задорен, нежен, на радость вам и мне. Стихотворение «Смятение», часть первая. Было душно от жгучего света, А взгляды его, как лучи. Я только вздрогнула, Этот может меня приручить. Наклонился, он что-то скажет, От лица отхлынула кровь. Пусть камнем надгробным ляжет На жизни моей любовь. Важной вехой в жизни и творчестве Анны Ахматовой Становится 1912 год. В этом памятном году Не только рождается сын поэтессы Лев Гумилев, Но и выходит маленьким тиражом Первый сборник ее стихотворений под названием «Вечер». Стихотворение «Был он ревнивым». Был он ревнивым, тревожным и нежным, Как Божье солнце меня любил, А чтобы она не запела о прежнем, Он белую птицу мою убил. Промолвил, войдя на закате в светлицу, «Люби меня, смейся, пиши стихи». И я закопала веселую птицу За круглым колодцем у старой ольхи. Ему обещала, что плакать не буду, Но каменным сделалось сердце мое. И кажется мне, что всегда и повсюду Услышу я сладостный голос ее. Стихотворение «Сердце к сердцу не приковано». «Сердце к сердцу не приковано, Если хочешь, уходи. Много счастья уготовано Тем, кто волен на пути. Я не плачу, я не жалуюсь, Мне счастливой не бывать. Не целуй меня усталую, Смерть придется целовать. Дни томлений острых прожитые Вместе с белую зимой. Отчего же, отчего же ты Лучше, чем избранник мой? Стихотворение «Твой белый дом» И тихий сад оставлю. «Твой белый дом» И тихий сад оставлю. Да будет жизнь пустынна и светла. Тебя, тебя в моих стихах прославлю, Как женщина прославить не могла. И ты, подругу, помнишь, дорогую, В тобою созданном для глаз ее раю. А я товаром редкостным торгую, Твою любовь и нежность продаю. На склоне лет Анна Андреевна, Прошедшие все тяготы времени, В котором ей выпало родиться и творить, Назовет эти первые творения свои Бедными стихами пустейшей девочки. Но тогда стихи молодой поэтессы Нашли первых своих почитателей И принесли ей известность. Спустя два года Выходит второй сборник ее стихов, Названный четкий. И известность поэтессы Становится еще более широкой. Поклонники и критики Восторженно отзываются о ее творчестве, Возводя в ранг Самой модной поэтессы своего времени. Ахматовой больше не нужна Протекция мужа. Ее имя звучит даже громче, Чем имя поэта Гумилева. В революционном 1917-м Анна выпускает свою третью книгу «Белая стая». Стихотворение «Сказал, что у меня». «Сказал, что у меня соперниц нет, Я для него не женщина земная, А солнца зимнего утешный свет И песня дикая родного края. Когда умру, не станет он грустить, Не крикнет обезумевший воскресни, Но вдруг поймет, что невозможно жить Без солнца телу и душе без песни. Стихотворение «Ты, письмо мое, милый, не комкой». «Ты, письмо мое, милый, не комкой, До конца его, друг, прочти. Надоело мне быть незнакомкой, Быть чужой на твоем пути. Не гляди так, не хмутся гневно, Я, любимая, я твоя, Не пастушка, не королевна, И уже не монашенка я В этом сером будничном платье И на стоптанных каблуках. Но, как прежде, жгуче объятье, Тот же страх в огромных глазах. «Ты, письмо мое, милый, не комкой, Не плачь о заветной лжи, Ты его, твоей бедной котомке, На самое дно положи». В неспокойном 1918 году Пара Гумилёв-Ахматова распадается. Они расстаются, оставшись друзьями. И когда летом 1921-го Николая Гумилёва внезапно арестовали И почти сразу же расстреляли, Ахматова очень тяжело переживала Гибель бывшего мужа, Отца своего сына И человека, который ввёл её В мир поэзии. Стихотворение «Белой ночи» Ах, дверь не запирала я, Не зажигала свечь, Не знаешь, как устала я, Я не решалась лечь, Смотреть, как гаснут полосы В закатном мраке хвой, Пьянее звуком голоса, Похожего на твой. И знать, что всё потеряно, Что жизнь – проклятый ад. О, я была уверена, Что ты придёшь назад. Стихотворение «Я не любви твоей прошу» «Я не любви твоей прошу» Она теперь в надёжном месте Поверь, что я твоей невесте Ревнивых писем не пишу Но, мудрые, прими советы, Дай ей читать мои стихи, Дай ей хранить мои портреты, Ведь так любезны женихи. А этим дурочкам нужней Сознание полное победы, Чем дружбы, светлые беседы И память первых нежных дней. Когда же счастье, гроши Ты проживёшь с подругой милой, И для присыщенной души Всё станет сразу так постыло, В мою торжественную ночь Не приходи, тебя не знаю, И чем могла б тебе помочь, От счастья я не исцеляю. С середины 1920-х годов Для поэтессы наступают тяжёлые времена. Она под пристальным вниманием НКВД, Её не печатают. Стихи Ахматовой пишутся в стол. Многие из них утеряны при переездах. Властные структуры Через поэтические организации Стали клеймить её стихотворения Как провокационные, Упаднические, Антикоммунистические. Стихотворение И упало каменное слово На мою ещё живую грудь. Ничего, ведь я была готова, Справлюсь с этим как-нибудь. У меня сегодня много дела, Надо память до конца убить, Надо, чтоб душа окаменела, Надо снова научиться жить, А не то Горячий шелест лето, Словно праздник за моим окном, Я давно предчувствовала этот Светлый день И опустелый дом. Впоследствии репрессиям Были подвергнуты и её третий муж Николай Пунин, Который был трижды арестован И погиб в лагере в 1953 году. И её сын Лев Гумилёв, Который арестовывался не раз И провёл в заключении в общей сложности Более десяти лет. Грянувшую Великую Отечественную войну Анна Андреевна провела в эвакуации в Ташкенте. В 1946 году творчество Анны Ахматовой Было разгромлено на очередном заседании Союза писателей, Из которого её исключили. Правда, спустя шесть лет Членство в Союзе писателей По рекомендации писателя Александра Фадеева Было восстановлено. Стихи Ахматовой начинают печататься. В 1964 году Она становится лауреатом Международной премии Этна Таурмина, А в 1965 обладателем Почётной степени доктора литературы Оксфордского университета. Стихотворение «Сад» Он весь сверкает и хрустит Обледенелый сад Ушедший от меня грустит Но нет пути назад И солнца бледный тусклый лик Лишь круглое окно Я тайно знаю, чей двойник Приник к нему давно Здесь мой покой навеки взят Предчувствием беды Сквозь тонкий лёд Ещё сквозят Вчерашние следы Склонился тусклый мёртвый лик К немому сну полей И замирает острый крик Отсталых журавлей Стихотворение Словно тяжким Огромным молотом Словно тяжким Огромным молотом Раздробили слабую грудь Откупиться бы ярким золотом Только раз Только раз вздохнуть Приподняться бы над подушками Снова видеть широкий пруд Снова видеть, как над верхушками Сизых елей тучи плывут Всё прямое Боль и отчаяние Даже жалости остриё Только пыльный свой плащ Раскаяние Не клади на лицо Моё Явный мир Анна Андреевна Ахматова Покинула в подмосковном санатории В Домодедово 5 марта 1966 года После длительной болезни На тот момент Ей исполнилось 76 лет Тело её было захоронено На Комаровском кладбище Близ Ленинграда В завершении передачи О творчестве поэтессы Анны Ахматовой Прозвучит стихотворение «Я научилась просто мудро жить» Я научилась просто мудро жить Смотреть на небо И молиться Богу И долго перед вечером бродить Чтобы утомить ненужную тревогу Когда шуршат во враге лопухи И никнет гроздь рябины Жёлто-красной Слагаю я весёлые стихи О жизни тленной Тленной и прекрасной Я возвращаюсь Лижет мне ладонь Пушистый кот Пушистый кот Мурлыкая умильней И яркий загорается огонь На башенке озёрной лесопильни Лишь изредка прорезывает тишь Крик аисто слетевшего на крышу И если в дверь мою ты постучишь Мне кажется, я даже не услышу Поэтическое наследие Ахматовой Весьма велико Её перу принадлежит Большое количество стихотворений И две поэмы Реквием И поэма без героя Только при жизни поэтессы Было издано 10 сборников Её стихотворных произведений И хоть зачастую Лирика поэтессы окрашивается В печальные и даже трагичные тона Она несёт в себе и отображение Разостных эмоций Переживаний счастливых минут И событий Главной темой стихотворений поэтессы Выступает любовная лирика Зачастую смешанная со страданием И грустью В своих стихах поэтесса Передаёт весь мир чувств С помощью маленьких Но значительных деталей Мимолётных зарисовок Способных передать многогранность Переживаний героя Читайте их Делитесь ими с друзьями Знакомыми С родичами Со всеми Вы слушали передачу Страницы родной поэзии С вами был Виктор Маслов Желаю всем добра Быть добру! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok